Добрый день, друзья, не другие. Оставлю сейчас еще очень небольшой фрагмент моего подкаста «Эффект Барбар Стрезант», который вышел на Первом канале. Это из линейки летописей «Конца времен». Я обычно рассказываю о разных случаях, так или иначе сопряженных с моей репортерской деятельностью. Просто хотел бы напомнить зрителям, что эффект Барбар Стрезант возник задолго до того, как она родилась. И чтобы два раза не вставать, просто почитал комменты к предыдущему отрывку, выкладывал начало подкаста. И там вот была такая реплика, извините насчет того, что я произношу, и написано «Барбар», а не «Барбара Стрезант». На самом деле вот эти особо одаренные читатели, у которых есть время написать комментарии, и они не удосуживаются потратить это время, чтобы заглянуть в интернеты и узнать, как там все на самом деле обстоит, меня всегда умиляет, честно говоря. Потому что, да, при рождении Барбара Стрезант была Барбарой. Есть такое имя. Но в 18-летнем возрасте, в самом начале 60-х, она 42-го года рождения, когда она выступала в Green Village Village, в гей-клубе, ей предложили сменить сценическое имя, чтобы оно было более запоминающимся. Ее назвали Барбарой, без «а». Барбара – это что, правильно? Именно так, как я произношу и как я пишу. Барбара Стрезант. А сейчас посмотрите вот этот отрывочек, и я в качестве иллюстрации нашел там мультик про Герострата. Думаю, что это, что называется, подсветит тему. Но, как я уже сказал, сам этот вот эффект, который назвали эффектом Стрезант, позже один из журналистов, социологов, назвал, ну, когда он написал несколько схожих случаев, назвал это эффектом Стрезант, он занимался в основном случаями в интернете, потому что с появлением, конечно, интернета, утаивать информацию стало сложнее. Но, в принципе, очень многие вспоминают историю Герострата. Я напомню, что этот мужик там спалил храм Артемиды в свое время, когда его поймали и пытали, он признался, что он устроил этот поджог для того, чтобы прославиться. И для того, чтобы он не достиг своей цели, то есть его казнили, и было специальное постановление, указ, чтобы ни в коем случае никогда не упоминали его имя, уничтожили все его личные вещи, его дом сравняли с землей, чтобы никто его не помнил, ну, чтобы вот он не реализовал, на самом деле, свой замысел. Но даже в античные времена, то есть задолго до появления интернета, это работало ровно наоборот, потому что про этот запрет слышали, этот указ читали, даже те люди, которые не знали об этом происшествии, они начинали задаваться вопросом, собственно, кто такой этот Герострат, почему нельзя упоминать его имя, и почему в отношении него действует так называемое проклятие памяти. Это латинское выражение, оно появилось тоже позже, после этого случая, но оно такое рабочее. И опять же, если вспомнить античные времена, там, Древний Рим, вот это проклятие памяти, вот эти указы, которые обычно сопровождались под законными актами, требующими уничтожать изображения, переплавлять монеты, стирать надписи, там, стирать с барельефов, они работали в отношении римских императоров, таких как Каллигула, допустим, и Неста. Но мы их обоих помним и знаем, так что понимаем, что эффект Барбары Стрейзен, он работал за тысячи лет до рождения самой Барбары Стрейзен. Это подкаст «Летописи конца времен», и я, Евгений Доделев, рассказываю вам сегодня о таком социальном феномене, как эффект Стрейзен. Герострат и пламя Чеславия. В те далекие дни, когда мир полнился чудесами и загадками, люди создавали невероятные сооружения, которые назывались чудесами света. Эти строения поражали своим величием и красотой каждого, кто их видел. Всего их было семь. Пирамида Хеопса в Гизе, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Геликарнасе, колос Радосский и Александрийский маяк. И вот однажды человек по имени Герострат, одержимый жаждой славы и признания, решил уничтожить одно из чудес света – храм Артемиды. Эта история расскажет о его безумном плане и о том, как жажда славы может привести к трагическим последствиям. Привет! Меня зовут Катя. Я искусствовед, и я здесь, чтобы открыть для тебя волшебный мир, полный удивительных историй из прошлого. Вместе мы узнаем о смелых королях и королевах, мудрых ученых и открытиях, которые навсегда изменили нашу жизнь. Эти истории станут твоим проводником в увлекательное приключение, где каждый рассказ как новая глава захватывающей сказки. Глава первая. Чудо света. Храм Артемиды. Много веков назад в городе Эфес стоял величественный храм, построенный в честь богини Артемиды, покровительницы охоты, природы и луны. Этот храм был одним из самых великолепных сооружений, когда-либо созданных руками человека. Его колонны возвышались к небу, словно деревья в лесу, а стены были украшены изящной резьбой. Люди со всех уголков мира приходили в Эфес, чтобы увидеть храм Артемиды, восхищались его архитектурой и чувствовали великую силу богини. Эфес был богатым и процветающим городом, и храм был его сердцем. Горожане гордились своим чудом и считали его символом мира и благополучия. Но среди них был человек, которому не хватало обычной жизни. Он мечтал о славе и хотел, чтобы его имя запомнили навсегда. Глава вторая. Кто такой Герострат? Герострат был обычным жителем Эфеса. Он не был ни богатым, ни влиятельным, но ему казалось, что мир должен о нем узнать. Каждый раз, проходя мимо храма, он видел, как люди восторгаются его красотой. «Они запомнят этот храм на века», — думал он. Но больше всего его волновало, что никто не знал его имени. Герострат был одержим мыслью о том, что если он не может построить что-то великое, то может разрушить то, что уже существует. Герострат понял, если он уничтожит храм Артемиды, его имя будет упоминаться всегда. Ведь никто не забудет того, кто совершил такое страшное деяние. Он готов был на все ради этой мимолетной славы. Глава третья. Деяние, ставшее трагедией. В одну темную ночь Герострат решился на свой страшный поступок. Он взял факел, подкрался к храму и поджег его. Огонь быстро охватил величественное здание, и вскоре пламя поднялось до небес, поглощая все на своем пути. Храм, который веками стоял, словно символ мира и процветания, начал разрушаться. Жители Эфеса вскоре заметили огонь, но сделать ничего не могли. Храм был слишком велик, а огонь распространялся с невероятной скоростью. Люди могли лишь смотреть с ужасом и отчаянием, как великое чудо превращается в пепел. Это было событие, которое никто не мог предотвратить. Когда пламя угасло, от некогда великого чуда света остались лишь руины. Герострат был пойман и наказан за свое преступление. Горожане были в ярости, что кто-то мог решиться на такое варварство. Они постановили, что имя Герострата не должно быть упомянуто никогда, чтобы никто не смог повторить его поступок ради славы. Но имя Герострата все же сохранилось в истории, став символом того, как опасна жажда славы, когда она основана на разрушении. Его поступок показал, что зло может приносить известность, но такая слава кратковременна и ничтожна. Заключение. История Герострата учит нас, что истинная слава и уважение приходят не через разрушение, а через создание чего-то хорошего. Если мы помогаем другим, создаем что-то полезное и приносим радость, то наша слава будет долговечной и настоящей. В отличие от Герострата, который выбрал плохой путь, настоящие герои и героини вдохновляют окружающих своим примером, и их имена остаются в памяти людей на долгие годы. СПАСИБО! СПАСИБО!